В Одесском регионе, как и в Украине в целом, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. По сравнению с последними неделями в жизни граждан мало что изменится. Чрезвычайная ситуация не предполагает ограничения прав и свобод граждан. Юристы подчеркивают, существенные изменения в работе могут почувствовать медицинские учреждения и службы гражданской защиты. Это касается специального мобилизации ряда госорганов, касается развертывания дополнительных медицинских учреждений и переведения персонала ДСНС и медицинского персонала на особые условия ведения службы. Также она дает возможность использовать армейские подразделения и так далее. То есть данная ситуация не связана с ограничением прав и свобод в Петру. В первую очередь надо учесть как состояние чрезвычайного положения, которое вводится президентом и Верховной Радой. Чрезвычайная ситуация также предусматривает ограничения в работе общественного транспорта. Но организацию работы городских, пригородных и межрайонных перевозок регулируют местные органы власти. Вопрос продлевать отмену межрайонного сообщения или нет, должно решаться соответствующий в областной государственной администрации и теми лицами, которые утверждают маршруты. Учитывая то, что карантин продлен, соответственно, скорее всего, межрайонное сообщение будет также прервано. Но отсюда тоже есть ряд вопросов, связанных с тем, что многие села в Одесской области вообще не имеют связи с внешним миром. Скажем так, это ужасно. И, соответственно, тоже как-то этот вопрос должен быть освещен, потому что есть какие-то тоже у людей неотложные дела. То есть и здесь нужно понимать, какие приоритеты, то есть жизнь, здоровье или вопрос неотложных дел. Но, тем не менее, должна быть какая-то золотая середина. Приноровились жить в условиях серьезных ограничений. Населенные пункты отдалены от областного центра. Автобусы не ходят, работают только продуктовые магазины, аптеки и медучреждения. Подвозом медиков занимаются служебные автомобили районных администраций и ОТГ, а также волонтерские службы. Все расходы берет на себя местный бюджет. Минимально участвуют спонсоры, волонтеры, меценаты. Но видную долю нагрузки взял на себя местный бюджет сегодня. Пока, к сожалению, такой существенной помощи из параны области мы не получили, как и со стороны государства. Но надеемся, были приняты решения. И областной бюджет выделил значительные суммы. И государством предполагается выделить значительные суммы на борьбу с инфекцией. И мы надеемся, что эти деньги поступят в том числе и до Килии. Только в реальном количестве и объеме. И так, как было с тестами, десятки миллионов которых выразились сотнями единицами тестов, которые по факту поступили в нашу районную больницу только вчера.